А начну вот с какой дичи. Вот прям вы мне будете говорить, дичь это или не дичь, фейк или не фейк. Главное событие к этому утру читаю в телеграм-каналах. Стало известно, что администрация Байдина призывает украинские власти заявить об открытости переговоров с Россией. Ну то есть принуждает переговоры. Может быть, ну то есть это не публично, это, дескать, неформально, но вот такие новости есть. Ну, во-первых, начну с того, что это информация из Вашингтон-Пост, как мне один мой зритель прямо написал письмо, когда я цитировал несколько раз Вашингтон-Пост. Говорит, Михаил, ну он американец, в смысле, он написал мне, что, уважаемый Михаил, вы как бы цитируйте, пожалуйста, разных крыльев прессу, что вот, мол, Вашингтон-Пост это левацкая, и прислал мне прямо ссылки, но он американец, он хорошо разбирается в политике, прислал мне ссылки, кого надо цитировать. Это первая скидка, которую мы должны сделать. Дальше другое. Там описано в Вашингтон-Пост, что нас не призывают при этом действительно соглашаться к переговорам, то есть всего лишь сказать, что в принципе, в теории готов, в теории, а именно, что вся эта риторика, она про то, что Зеленский подписал указ о том, что он не будет разговаривать с Путиным. Вот ровно от этого и призывает нас, если верить этому изданию, вот от этого призывает отказаться. И там объясняется, почему. Потому что американцы считают, ну там кто-то в администрации видит, что страны Азии и Африки обеспокоены тем, что у Украины неконструктивная позиция. То есть не является целью администрации посадить нас за стол переговоров, а всего лишь сказать, что открыты. Ну и наконец, сейчас я скажу совсем дичь. Это, пожалуй, одно из немногих, честно говоря, решений за время войны, которое меня тоже вызывает некоторая скепсис, оно мне кажется достаточно эмоциональным. При том, что я понимаю прекрасно, как политтехнолог, что никаких переговоров с Путиным вести не имеет смысла. Это я абсолютно понимаю. Но есть разница между не имеет смысла вести переговоры с Путиным и подписать указ об этом. Ну вот эта разница, она действительно и сыграла сейчас. Я это сказал тогда, сразу после этого указа, что мне кажется, что наше руководство, которое принимало такое решение, я их понимаю только с точки зрения эмоций. Потому что эмоции иногда перевешивают. И когда эти преступники и негодяи вот таким образом себя ведут, то, конечно, мне тоже хочется не просто такой указ подписать, а подписать указ, что надо послать мотоциклеты с пулеметами и всех там под корень. Но все равно, мне кажется, это эмоциональное решение. И, в принципе, я не вижу в этом ни одной угрозы, по крайней мере, для нас. Вот так. Еще одна новость. Новый посол Украины и Германии подчеркнул необходимость предупредить Путина об однозначном ответе со стороны мировых держав на применение им ядерного оружия. Вот какой смысл в этом? Ну, это очень правильно было бы. Во-первых, за последнюю только неделю, вот с прошлого нашего обзора Дичи, два таких предупреждения прозвучало. Сначала председатель Китайской Народной Республики, как раз разговаривая с канцлером Германии, заявил, что применение ядерного оружия недопустимо. И понятно, что он говорил, что это не канцлера Германии, у которого ядерного оружия нет. Кому бы мог интересно, на ком бы мог говорить председатель СИ, что это недопустимо. Очевидно, совершенно на ком он мог говорить. И, кстати, вот это заявление председателя СИ, оно для Путина лично очень важно. Потому что Путин в случае применения ядерного оружия планирует доживать свою жизнь затем в Китае. Это мы уже от многих слышали. А ему как бы СИ прозрачно намекнул, что нет. Если применишь ядерное оружие, ловить тебя будем всем миром, в том числе мы, китайцы. А когда тебя ловят полтора миллиарда китайцев, это, надо сказать, такие, знаете, прядки не самая интересная игра, когда тебя ищут полтора миллиарда человек. Потом, похожее заявление делал Шольц. Отдельное совершенно заявление, похожее делал Шольц. Но Шольц не тот человек, когда это же посол в Германии сказал, Шольц не тот человек, который должен предупреждать об ответных мерах. По очень простой причине, потому что у него нет достаточно инструментов. У Шольца же нет ядерного оружия в распоряжении. И у Шольца нет какой-нибудь ракет, которые достанут спокойно до Москвы и там что-то уничтожат. Ну нет. Поэтому эти заявления, эти предупреждения должны звучать как раз вот как от председателя Китая. Оно было вполне жестким, на мой взгляд. Он не обязан описывать там военные последствия. И Британия, США, Франция, все, больше некому. Больше некому противостоять истории с ядерным оружием. Но мне кажется, за время, в принципе, за время войны более-менее такие заявления звучали, но они нужны регулярно. Тут посол прав, в чем я считаю. Потому что вот эти, у этих ребят, у них память-то короткая, у россиян я имею в виду, и у кремлевских короткая память. Им надо просто раз в неделю писать, что Карфаген будет разрушен, и вы лично будете уничтожены. И еще вот дичь или не дичь, и, кстати, это обсуждается уже, наверное, там недели две, очень активно. Вооруженные силы США направили самолеты в сторону Ирана после получения информации о том, что он готовит нападение на Саудовскую Аравию. Насколько диким или не диким вам кажется этот, возможно, конфликт? Нет, не диким. Тоже ничего такого прям принципиально революционно нового. Была война Ирана-Иракская, долгая, много лет, почти 10-8 лет. Была война Ирака с Кувейтом, которая является абсолютно, как сказать, симметричной, как с истории, нынешней истории Иран-Саудовская Аравия. Ирана, когда маленькая, ну маленькая, небольшая, хорошо, по мировым меркам, Ирана, кстати, большая страна, в общем, достаточно большая страна, но, тем не менее, страна тоталитарная, решает присоединить какое-то нефтяное королевство, вот рядом нефтяное королевство, в данном случае это Саудовская Аравия, в тот раз речь шла о Кувейте, и в тот раз Ираку это удалось. И Соединенные Штаты освобождали в результате этот Кувейт, Ирак в результате 30 лет пропил компенсации, 30 лет закончил, что символично, Ирак в феврале 2022 года, потому что, видимо, его очередь закончилась, настала очередь россиян и Российской Федерации. Вот, ну и да, это реальная история, почему нет, мы не знаем, естественно, в какой день, что, надо быть большим специалистом, чтобы разбираться, но, к сожалению, это реальная угроза. И Соединенные Штаты решили в этот раз не ждать, как тогда в 90-м, не ждать в 1990-м, я имею в виду историю Ирака-Кувейт, американцы решили этого не ждать, а заранее, скорее всего, обеспечить безопасность Саудовской Аравии. Плюс к тому, Саудовская Аравия так хорошо вооружена американским оружием, самым современным, просто вот самым современным. Я думаю, что наша армия, у нас, безусловно, больше численность, но вот по боевой мощи надо еще сравнить, что там есть у Саудовской Аравии, потому что у них-то денег много, все есть, и они десятилетиями сотрудничают с США и снабжаются очень хорошо. Поэтому эта война не будет такой, как Иран-Иракский конфликт, это будет война, в которой Иран будет побежден достаточно быстро. Ну да, мы же помним, что Байден на прошлой неделе предупредил практически официально, иран о том, что если он хоть как-то дернется, режим будет разрушен мгновенно этот. Поэтому я думаю, что Соединенные Штаты Америки настроены очень серьезно. Жаль, что он россиян не предупредил про такое же, чтобы они дернутся, режим будет разрушен мгновенно. Ну, казалось бы, симметричная ситуация, но вот не предупредил. Все-таки ядерное оружие оказывается мощная сила сдерживания, даже сдерживание слов Байдена, да? Ну, вы знаете, я не знаю, я уверена, что вы видели это забавное видео, как Эрдоган там дает подзатыльники, ну, такой мультяшный Путину. На самом деле, как выяснилось, по этой зерновой сделке Путин, вот если далеко отпрыгивает, если его посильнее ударить. Поэтому его демоничность, мне кажется, несколько преувеличена. Как вы думаете, Михаил? Да, но пока он отпрыгивает, если его посильнее ударит Эрдоган, хотя уже есть целый список мировых лидеров, от которых Путину приходится отпрыгивать. Где-то он отпрыгивает, где-то пока еще держит удар. Но смотрите, когда бьет Эрдоган, он действительно быстренько возвращается в зерновую сделку, не решается похитить наши суда с зерном, потому что понятно, что Эрдоган сильнее, мощнее, и Путин полностью зависит от Эрдогана. Когда председатель Си говорит Путину, мы это убедились еще до нашей войны, что нужно прямо сейчас, в течение двух дней, вывезти свои войска из Казахстана, то Путин просто молча выводит свои войска из Казахстана. Когда тот же председатель Си, кстати, объявляет, что теперь Казахстан находится под защитой Китая, Путин просто умывается тем, в чем в него плюнули. И есть еще пример, например... Когда Финляндия и Швеция заявляют, что она вступает в НАТО, приходится молчать, как будто ты проглотил Кул. Про Запад мы уже даже не говорим, но есть еще и Восток, когда ему Индонезия выставляет некоторые условия по поводу участия в G20. Президент Индонезии как бы разговаривает с ним уже как старший брат, и это нормально, он воспринимает, он понимает, что он подчиненный в отношениях с Индонезией. Так что да, Россия при Путине стала слабой и подчиненной страной, но это нормально, такой она и должна быть, потому что это соизмеримо с ее размерами, с мощностью ее экономики, со структурой ее экономики. А главное с развитием интеллектуальным. Мы видим, что по интеллектуальному развитию Россия вряд ли входит в первую сотню государств мира, по IQ на душу населения, потому что мы видим, насколько тупые люди приходят к нам с войной, насколько тупо они там садятся в автобусы и идут на фронт. Мы видим, что они не способны произвести даже элементарные вооружения, которые производит Иран, понимаете, Иран, 40 лет под санкциями, производят эти мотороллеры и беспилотники, а россияне этого не могут сделать, не умеют. И сейчас они там, у них на 99% упало производство автомобилей, и они вынуждены пытаться как-то из Индии что-то получить. Поэтому страна с крайне низким интеллектуальным потенциалом, вернее, уже с его отсутствием, я имею в виду, естественно, тех, кто остался. Потому что это стало не так, не на ровном месте. Путинский режим выдавил из страны, изгнал миллионы людей с высоким IQ. А остались, в основном, вот, к сожалению, вот такие основная масса осталась уже, не, как сказать, людей низкого качества человеческого материала, извините за жесткие слова. Поэтому Путин имеет дело вот с тем, что имеет, и вынужден терпеть оплюхи от кого угодно, потому что ему нечем ответить.